Когда был пожар, первое наперво, что мы делали, это выбрасывали из балкона свои баллоны. Потому что это взрывоопасно, да, и мы бежали спасать не свои вещи или что-то, а выбрасывали, чтобы не ухудшить ситуацию. Спасать, как говорит Марина Севастьянова, здесь и впрямь нечего. Дом 47-го года постройки сыпется по кусочкам. Падает штукатурка, огромные дыры в потолке и широкие трещины на стенах. Замыкание электропроводки тут происходит нередко. Дом уже горел, причем, по словам жителей, спастись тогда им удалось чудом. Пострадала только кровля. Часть людей расселили, но часть людей осталась. И все, и после этого застройщики ничего не предпринимают. А наша жизнь с каждым годом, она ухудшается в разы. То есть мы не можем даже, у нас вот видите двор, у нас все перекопано, потому что мы копаем за свой счет, естественно, копаем каждый год, каждый сезон даже по нескольку раз. Выкупать жилье в ветхом доме инвесторы начали еще в 2006 году. Однако спустя два года финансовые возможности компании, видимо, иссякли. И 40 квартир им удалось расселить только 25 собственников. Остальные вынуждены жить в аварийном доме. Без центрального газоснабжения, а с баллонами, как на пороховой бочке. Столько было обещаний. У нас есть застройщики, которые ничего не делают в этом отношении. Когда-то снос застрял, в 2006 году, по-моему, было. Прорвало уже все. Все трубы и стены, вы сами видите, на них не надо долго. Вот посмотрели, и все понятно, без слов. Отопление мы сделали, что в этом году все нормально. Вот, вот, прокопали, вот видите, и с другой стороны, вот посмотрите, вот тоже потери энергии. Это сейчас под снегом. Вот, видите, под снегом, а все это, где это так может быть, чтобы, ну, тепло уходит, вот оно. О проблемах жильцов в Акимате Алмалинского района знают не понаслышке. По словам специалистов, у инвестора-владельца квартир нет средств на снос и строительство нового комплекса. На выкуп жилья компания брала крупный кредит в 5 миллионов долларов. Однако расплатиться за него не смогла. Сейчас вся недвижимость находится в залоге в одном из банков второго уровня. Так как эти квартиры и сами 5 домов являются залоговым имуществом на сегодняшний показ БТА банка, мы не можем, то есть некоторые инвесторы, допустим, отказываются от данного проекта, сами понимаете, да? То есть не видят рентабельности по выкупу этих квартир, выкупу в целом из банка. Ну, работы ведутся. Раз в квартал мы встречаемся с ними, ведем беседу. Они со своей стороны сейчас ищут инвесторов. То есть какая ситуация по привлечению инвесторов с их стороны, я пока не знаю, эту информацию не владею. Представители компании СИК и КАК комментировать ситуацию отказались. О том, как существуют жители домов, руководство фирмы тоже знает. Часть выкупленных квартир находится в аренде. В одной из них даже организована точка общественного питания. К слову, в Алмалинском районе в плачевном состоянии на сегодня 133 дома. Пять из них снесены. И уже в этом году на их месте начнется строительство новых жилых домов.